Миш, как ты относишься к самородкам от само-пиара? Есть артисты, которые без агентов работают, они сами себя пиарят, и у них есть это чутьё. Кто из артистов может быть ярким примером такого само-пиара? Витя Грунджер, главный. Ну, это прежде всего Олег Скрипп, на мой взгляд. Ну, он временем, он... Нет, почему? Он всегда был яркий персонаж, который умел приковать к себе внимание и умел этим пользоваться. То есть его никто никогда не пиарил? Нет, вы не путайте. Дело в том, что способность к само-пиару, это одна черта. Вот, например, Полина, она это умеет. У нее прекрасная страница в социальных сетях, она умеет вызывающе себя вести, она умеет привлечь себе внимание, она требует этого внимания. У нее есть все качества суперзвезды. Маленький момент. Обслуживать подобного персонажа нужно ежедневно. Когда мы понимаем, что пиар работает, конечно, нужно ее фотографии распространять, общаться с журналистами, ангажировать их, потому что у нее определенное обаяние, которое не всем может, она не может не всем понравиться, но, значит, должен быть рядом сотрудник, который может выставить такие коммуникации со средствами массовой информации, чтобы по линии писали не только ресурсы, которые контролируемые вашим каналом, а то она вышла за рамки этого канала. Понимаете? Я думаю, вы, как ведущий М1, это понимаете, о чем я сейчас хочу сказать. Конечно. Поэтому каждого персонажа, каким бы он ни был склонен к каким-то выходкам, каким-то заявлениям и так далее, все эти вещи нужно обслуживать. Поэтому артисты без пиарщиков, это либо те, кто уже состоялся и переступил через каких-то пиар-агентов, какие-то переслужбы и так далее, либо имеют эти переслужбы, просто мы о них не знаем. От их имени никто не говорит, им это не нужно. Есть ряд артистов, которым нужны рядом люди, говорящие головы, которые будут озвучивать вместо них мысли, а они будут молча создавать впечатление умного человека. Хорошо. Злата Огневич, ваш клиент недавно объявил о том, что идет в политике. Я об этом узнал последний. Вот в чем вопрос. А это уже какая-то личная стратегия продюсера. Обсуждалось ли это в контексте... Нет, не обсуждалось, и на сегодняшний день я могу говорить об этом только следующее. Не то, что я ограничен в своих суждениях, а дело в том, что я так думаю и хочу в это верить, и я уверен, так оно и есть. Ее присутствие в списке определенной политической силы, скорее всего, это импульс искреннего человека, который действительно поверил в то, что в это время, когда в это верят многие, можно изменить свою жизнь и жизнь окружающей. Жизнь, ну, если всем хорошо, то и мне хорошо, да? Я верю в ее искренность, я верю в ее честность. Я более чем убежден, что если вдруг сложится ситуация неблагоприятная, как сложилась в свое время в парламенте в судьбе Славы Корчука, она поступит также честно перед собой и перед теми людьми, которые ей доверяют. Я ей доверяю, я ей верю. Как быть насчет пиара вот на таких чувствах светлых, чистых, широких? Многие артисты, допустим, ездят в детские дома. Да. Многие артисты вот на фоне каких-то таких событий. Это уже какая-то попца. С одной стороны, можно понимать, что действительно это позыв. Как различить позыв искренний от того, что человек на фоне, допустим, детей из детдома. Как отличие очень просто. Если вы видите, что пресс-релиз приходит раньше, чем доброе имя об этом человеке, ну, если пресс-релиз о том, что человек побывал там-то, приходит раньше, чем просто некая... Некая человеческая вот ранняя, да? Шлейф от его поступков. Вот знаете, когда артисты говорят «хорошо», мы об этом рано или поздно узнаем. Говорят, думают. От них идет эта энергия, от этих людей. И тут правило, люди достойные о своих вот таких вот акциях, они о них не пишут и не говорят. Если мы видим пресс-релиз или что-то еще, можно делать сразу вывод, что это неспонирование. Да, это чуть-чуть нечто другое. Я вам скажу такую вещь, что каждый зрелый артист топовый, он, в общем-то, имеет определенную структуру в своей команде, которая отвечает за такие акции. И ему не обязательно куда-то ехать. Ему важно, чтобы часть его доходов... Просто оперечить. Да. Вот есть масса фондов у известных спортсменов, у артистов и так далее, которые ведут свою деятельность от их имени. И для этого артисту не надо куда-то ехать. Достаточно, чтобы директор его фонда, либо его организации побывал там, выполнял программу. На самом деле на сайте грамотных, умных, взрослых, зрелых артистов есть всегда ссылка, благотворительность. Куда можно написать письмо, и на это письмо всегда ответят. Есть фонды, которые специализируются на спортивной какой-то там направляющей, да? Есть, которые занимаются медициной, есть, которые занимаются конкретными заболеваниями или темами. И личное участие артиста в этом нет необходимости. Хорошо, давайте посмотрим на то, что происходит в зарубежном шоу-бизнесе. Мы долго сомневались показывать тебе этот пиар-код или нет. Но, тем не менее, в Америке одна девушка обращалась к пластическим хирургам. Хотите, я вам скажу прикол? Там было много разных пиар-кодных идей, выиграла в нашем, в общем, в нашем собрании. Но надо было удивить, что после Евровидения, вы все помните ситуацию, оно было не самое лучшее место, но нужно было скрасть эту историю, людей размешить, взять акценты не на сексе-пекси, причем мы должны были, сама ирония должна была быть, если вы помните клип, она после Евровидения, после... Она ела, да. Она ела и так далее. И вот в общем перечне разных пиар-кодных идей была вот очень такая. То есть, ну выиграла толстушка. А как мы и знаем, идеи в воздухе рано или поздно находят голову. Притягивают. И только голову, но еще и грудь. Еще и грудь, и в результате 50 пластических хирургов ей отказали. 51-й согласился. 51-й согласился за 20 тысяч долларов. Вот такой ход. Как ты относишься к... Я понимаю, вы думали про клип, про эпатаж клипа. Ну там разные бредятности. Как ты относишься к реальным изменениям внешности артиста ради пиара, ради... Ну, по крайней мере, я после этого, ну если увидев это в себе в ленте, с каким-то интересным комментарием, я, естественно, прослушаю музыкальную композицию этой певицы. Если она мне не понравится, я удалю и забуду. Но если понравится... Ну, главное... Не быстро, потому что во сне будет приходить. Ну, вам, Дмитрий, может быть. Мне вряд ли. Да, если вы придумали, то почему же нет? Как автору придет и скажет, видишь? Уже нет. Уже я сказал, ну, уже все, отработано, да? Если у нее музыкальный материал интересен, то это, возможно, не поможет. Если он не интересен, это так. Она вообще не певица, а просто... Она вообще... Она просто хороший человек. Не, ну, я уверен, у нее было много лайков, какие-то репостов, там все посмеялись. Она была героиней какого-то дня. А она пережила операцию. Давайте посмотрим на еще одного артиста, который не делал себе третью грудь. Это наш близкий друг, наш журналист Макс Ротленоги, или Макс Механик, как мы еще его называем, который недавно написал песню, снял клип. Миш, посмотри, пожалуйста, наберись терпения. И скажите, какие у него шансы. И мы покажем, как Макс искал своего счастья среди наших продюсеров и медиамагнатов. Давай. Эротичные фото, хитовая музыка и сексуальные клипы стали неотсемлемой частью пиара современного артиста. Но многие музыканты не верят, что паблиссити можно получить без огромных финансовых вливаний. Поэтому сейчас я, на примере моей группы Hysterical Glamour, покажу, как быть услышанными и телеканалами, и радиостанциями, и модными глянцами. Эх, Максику, ты наш. Как говорят, в рот тебе ноги. Теперь все по порядку. Спершу нужно почути напутное слово какого-то Крейзи-мена. Лидер гурту Казаки пойдет за милу душу. На каблах танцевал, поэтому в курсе, куда идти и что делать. То что скажешь, Олежа? Каналы, конечно же, могут залезать где-то. Могут залезать, могут пускать разве что там какое-то, например, время не дневное, а ночное. Ну, в ночное время не вариант. Хочется и в прайм-тайм, та еще и на рідненькому М1. Тому, дорогие наши майбутние зерки, вам прямая дорога до генерального директора каналу. Макс, сцепивши зубы, саме туда и пішел. С точки зрения канала М1 это непонятный жанр, потому что по музыке это ночь, а по видео это... Ну, не ночь уж точно. Произведение больше для анализа, чем для слушания с зерцами. А еще не зайве почути поради музичного редактора телеканалу. Это все безвкусно, пошло. Музыка, конечно, может существовать. Я думаю, если продумать режиссеру какую-то в плане стиля подходящего к музыке, может быть какая-то клубная локация, либо просто студийная, да, с какими-то декорациями, то я думаю, что мы могли бы рассмотреть это вновь. Порой критика мастодонтов шоу-биза беспощадно и даже оскорбительно. Откровенный анонизм. Ты понимаешь, что сейчас получится новый термин «дровосек». Будьте готовы почути и такий вариант ответов. Инколи важно все же прислухаться до думки экспертов. Тому, если вы почули поради, что-то там доробили в песне, тогда гайда на радио. Адже трек має бути на слуху. Такая промолодежная песня, такая смесь поп-музыки даже с кусочками дабстепа. Поэтому могу только пожелать удачи на тестах украинской современной песни. Мы всегда славились природой и голыми украинками. Поэтому... Ну, если с телебачением и радио все более-менее понятно, тогда следующим этапом для будущих артистов должна стать фотосессия в каком-то fashion-лакшери-глянце. А что вы хотели? Нужно будет пятую точку засвятить. Засвятите? Сразу, как оценивается девушка. Да, мы смотрим ей не на ту часть, на которую все подумали, а мы смотрим сюда. Сейчас мы видим, что девушка, в принципе, может справиться запросто с задачами. Да, могу сразу сказать, если речь опять же о плейбою. То есть так может и имеет художественную ценность? Для нас нет, поскольку в мужском глянце, если присутствует в кадре мужик, он всегда кадр портит. Ну вот приблизительно то, что нужно нам. Как мы видим, фигура вполне украинская, то есть работает для нашего читателя глазу, и его будет приятно такое увидеть. В вашем случае нужно просто сделать то, что вам нравится, потому что сейчас вы можете услышать очень много чужих мнений, оно вас собьет со своих рельс, понимаете? И в итоге вы не сделаете то, что у вас было здесь внутри. Ну что ж, друзья, мне удалось засветить и сексуальные фото, и драйвовую музыку, и клипы группы Hysterical Glamour. Кроме того, сам этот сюжет уже стал отличным пиаром. Поэтому не жалуйтесь на отсутствие денег. Просто делайте свой пиар творчески. Есть подобные артисты, которые работают вот в таком странном... Ну это же безвкусица полная. Нет, это не талантливо. Все это не талантливо. Куст хороший, мне понравилось. Тогда куст... Он его так ласкал. Давайте тогда поговорим о кусте. Мы говорим о максе, а не о кусте, правильно. У нас в Кулысьбург в гостях у вас личный хирург. Да. Ты можешь сказать, что Миша жестче, чем хирург? Жестче. Жестче, да. Хирург нежнее. А Лецепт – все правда и реалии украинского шоу-бизнеса. Миша, спасибо за сопоятельный... Спасибо вам. И очень интересный диалог. Хорошего. До свидания. Диалог. И селфи. Спасибо и вам. А селфи – это же часть пиара? Ну конечно. Давай. У нас селфи – часть программы.